Есть нечто, что называется «Верудда Ахара». Это означает, что если вы будете есть несовместимые продукты, то нанесёте огромный ущерб своему организму. Если вы съедите то, что содержит тамос, в вашей системе появится инертность. Мыслительный процесс постепенно начнёт замедляться. Садгуру, что, по вашему мнению, является основной причиной нарушений психики? Только одна причина? Можете рассказать о многих. То, как мы питаемся, часто приводит нас к психическим расстройствам. Люди неосознанно принимают медикаменты и гормональные препараты. Это серьёзная причина психических отклонений у нашего поколения. То, как мы принимаем пищу. Это может показаться странным в Великобритании. Но, пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Мы рассматриваем жизнь так. Вы тот, кто вы есть. Потому что у вас были конкретные родители. Вы ходили в определённую школу, у вас определённое образование. В жизни вы сталкивались с определёнными вещами. По этим причинам вы стали определённым человеком. Не так ли? Вы многое впитали в себя. Вы постоянно что-то впитываете. То, что вы впитываете, это не только информация и мысли. Восприятие жизни работает на разных уровнях, в том числе и на энергетическом. В Индии мы знаем. Где бы вы не хотели что-то принять, первое, что мы делаем, это садимся со скрещенными ногами. Прямо сейчас я сижу именно так, хотя вам, наверное, не видно. Первым делом следует скрестить ноги, потому что мы не хотим воспринимать нижнюю частью тела. Если мы хотим получить что-то позитивное, то должны воспринимать это верхней частью тела. Если мы оказываемся вместе с сильной энергетикой, первое, что мы делаем, это скрещиваем ноги и раскрываем ладони, потому что мы хотим воспринимать из измерения, которое представляет с позиции йоги, визиологии человека. Выделяют 112 чакр, всего их 114, но в пределах системы человека их 112. 112 чакр делятся на 7 категорий, по 16 чакр в каждой. Эти 7 категорий известны во всем мире как чакры. Первые 3 чакры отвечают за процесс выживания. Среднее является пересечением. Здесь от анахаты и выше, просветляющие процессы жизни. Поэтому важно, чтобы вы принимали определенные вещи определенным образом. Пища рассматривается как самый базовый уровень восприятия, как именно мы принимаем пищу и что мы едим, очень важно. Чем мы питаемся сегодня, чем обеспеченнее становится современное общество, тем хуже становится то, что они едят. В самых современных городах едят то, к чему сельский житель Индии не станет даже прикасаться. Почти все, что потребляет современное западное общество, хранится от 30 до 60 дней перед тем, как попасть на стол. В йоге мы разделяем пищу на саттву, раджас и тамас. Тамас означает инертность. Если вы съедите то, что содержит тамас, в вашей системе появится инертность. Инертность не означает, что вы станете ленивее. Инертность означает замедление определенных процессов, а именно, замедляется регенерация системы. Сегодня вы знаете, что регенерация нейронов — это один из самых важных аспектов для поддержания работоспособности мозга на протяжении всей жизни. Употребляя пищу, которая привносит инертность в основы вашей системы и в энергетические процессы, со временем вы заметите, как ваши умственные способности постепенно начнут снижаться. Все это понимают. И поэтому пьют стаканами колу, кофе, алкоголь или что-то еще. Ведь надо как-то восполнить эти потери. Такой способ балансирования системы слишком примитивен. Вы употребляете неправильную пищу, а потом пытаетесь исправить это, употребляя что-то правильное. Больше всего антоцидов, около 60% от общемирового количества, продаются в США, в самом богатом обществе планеты. У них есть огромный выбор еды, и они могут получить все самое лучшее, но едят самую неподходящую пищу, потому что их рацион определяет коммерция. Вы больше не можете осознанно есть то, что вам хочется. Если бы все ели свежую пищу, в геогической системе, если вы что-то приготовили, то должны съесть это в течение максимум полутора часов. После этого мы даже и не притронемся к пище, потому что она начинает накапливать тамос, инертность. Если хотите, можете провести эксперимент. Одну неделю питайтесь чем-нибудь очень свежим, а другую ешьте что-нибудь, что хранилось месяц или два. Вы заметите, как изменяется уровень восприимчивости вашей системы. Вы ощутите это на своем опыте. Но это происходит и на клеточном уровне. Мы называем это OGIS. В европейских языках нет подобного термина. Если вы создадите достаточно OGIS, не физического измерения энергии, если каждая клетка вашего тела будет содержать его, поверьте, процесс старения практически прекратится. Ваш клеточный возраст будет оставаться неизменным долгое время. После того, как я прошел несколько медицинских тестов, мне сказали, что мой клеточный возраст — 25 лет. Я до сих пор как 25-летний. Я все так же активен, у меня все тот же вес, все то же самое. Это не какое-то чудо. Каждый человек способен на это, если уделять внимание некоторым базовым аспектам. Если рассматривать пищу дальше, есть то, что называется «верудда ахара». Это означает, что если вы едите одно, а затем что-то, что действует противоположно, в вашей системе начинается война. Вам известно, что пищеварение — это окислительные и щелочные процессы. Например, вы съели жирный кусок мяса. Если вы съели только его, это не причинит существенного вреда. Но вы едите его с рисом и ги, что называется «берьяней». Тогда вред будет огромным, потому что эти продукты несовместимы. Вот почему мясные и молочные продукты никогда не смешивали, потому что если их смешать, они начнут конфликтовать, и в вашем желудке начнется война. В йогической культуре еда не должна оставаться в желудке дольше двух-двух с половиной часов. За это время она должна пройти дальше, и вы должны ощутить пустоту в желудке. Голод не появится, появится ощущение пустого желудка. Что хорошо? Мы хотим, чтобы наш желудок всегда был пустым, потому что на пустой желудок все работает хорошо. Здоровье толстой кишки — это то, чем сегодня пренебрегает. Если вы не будете очищать толстую кишку, то сохранить свой ум в равновесии будет очень трудно. В Айрведе и Сидде первое, что назначают при бессоннице, тревожных состояниях, психических расстройствах — это слабительное. Очистите систему, очистите толстую кишку, и внезапно вы ощутите немного больше равновесия. В центре йоги Иша день начинается с небольшого шарика нима и куркумы. Существует много разных аспектов того, как они влияют на вашу систему. Первое, что они делают, сохраняют чистыми ваш пищеварительный тракт. Когда мы говорим «чистый», процесс пищеварения происходит в той части тела, где больше всего посторонней жизни. Внутри пищеварительного тракта живет множество микроорганизмов, многие из которых дружелюбны. Мы живем благодаря им. Мы способны к пищеварению благодаря им. Многие функции тела происходят благодаря им. Но все же существует много микроорганизмов, которые нам вредят. Уникальность нима в том, особенно когда он потребляется вместе с куркумой в небольших количествах. Если эти две вещи идут вместе, то, что они не нужны для тела, которые могут угрожать тела, что все паразиты, которые могут навредить телу, погибают. Это не полное решение, но оно создает в теле базовые условия для того, чтобы проводить лечение с помощью медикаментов или практик. Как мы можем применить это к человеку, который страдает прямо сейчас? Это требует не стандартного, а персонального, сострадательного подхода. Очень глупо утверждать, что можно проводить лечение только каким-то одним способом. Потому что люди устроены не так. Постараться помочь и насколько это возможно, не навредить. Вот и все, что вы можете сделать. Не думаю, что у кого-то есть абсолютное право судить об умственных состояниях людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok